Здравствуйте, дамы и господа! Я Роман Головин и сегодня я хочу с вами поговорить о выделении слизи из организма человека. Я думаю, что это очень важный вопрос и со временем приходит определенное понимание, почему это приходит, что за этим стоит. И давайте попробуем углубиться немножко в эту тему. Ну, начну с того, что это физиологично для нас. Слизь, она должна выделяться в определенном количестве из дыхательных путей, из желудочно-кишечного тракта. Слизь, она защищает дыхательные пути, эпители так называемые. В желудочно-кишечном тракте слизь также выполняет одну из функций, защитную функцию. И когда мы неправильно живем, неправильно питаемся, естественно, клетки начинают продуцировать избыточное количество секрета, слизи. Когда ослабевает иммунитет, когда накапливается токсина, попадает очень много антигенов в организм человека, происходит реакция организма. Когда инфекционная инвазия происходит, когда много работаем, когда много стресса, когда зашлакован до такой степени организм. Очень много различных факторов существует. И самое основное, о чем я хотел поговорить, о том, почему на сыроедении, на фрукторианстве периодически появляется слизь. И при переходе на сыроедение, я долго говорить не буду, сейчас об этом уже многое сказано. Скажу лишь какие-то самые основные моменты, чтобы сложилось определенное понимание. Когда человек находится какое-то время на сыроедении и переходит на сыроедение, у него возникают так называемые очистительные кризисы. И они идут волнами. То есть не на протяжении всего периода при переходе на сыроедение, а именно волнами. То есть организм чистится волнами. Очистил, очистился до определенного момента, потом опять затихает. Внутренние процессы там свои происходят. У всех степень загрязнения организма разная. Зашлакованность разное количество. Когда человек находится на всеедении, организм очень умная машина. Он раскладывает избыточные вот эти яды, токсины в депо, в жировое депо. Может в ноги откладывать, в руки. Когда уже, допустим, те места, где откладывается жир и токсины в этих депо, организм начинает постепенно, когда они уже наполняются этими токсинами и ядами, постепенно и капилляры заполняются, и органы заполняются. То есть весь организм становится нашпигован как раз вот этими ненужными веществами, которые организм не может вывести. Когда человек растет, ему с самого детства дают неофизиологичную еду, постепенно, постепенно организм перестает чиститься. И человеческие клетки начинают замещаться на вирусные, на пустые клетки, начинают атрофироваться ворсинки в тонком кишечнике. Все органы работают на износ в максимальном экстремальном режиме. Очищаться организм не может. И как только вы постепенно начинаете переходить на живое питание, особенно те люди, которые резко переходят, вот тогда начинается как раз выделение слизи, причем выделяется через нос, через рот, скалом выходит, естественно, и моча выходит, и пот. Но это, конечно, уже не слизь, а другие жидкости, через которые также через сперму, там, все это удаляет с грудным молоком. Если там в это время, когда женщина там забеременела, выделяется все эти шлаки токсина всеми возможными путями, вместе с волосами, иногда волосы начинают выпадать, причем серьезно выпадают, по 3-4 месяца, мне тоже такое было. С прыщами выходят, нагнаются ногти. То есть организм пытается избавиться всеми возможными способами. Ранки образуются оттуда, вытекает лимфа как раз этими токсинами. То есть очень-очень много у организма путей и вывода из организма как раз вот этих шлаков токсинов. Но даже находясь на сыроедении какое-то длительное время, у человека периодически возникают и сопли течения, выходит мокрота из носа, изо рта в большем количестве, чем положено. Почему это происходит? У меня это иногда бывает. Я тоже там питаюсь не идеально, как мне положено, например, по своей программе. Я могу находиться полностью на фрукторианстве, на чистом. И ближе к финалу своей жизни могу спокойно также переходить на праноедение. Но иногда просто хочется, допустим, чего-нибудь тяжеленького съесть. Чем больше я занимаюсь в спортзале, иногда хочется съесть и семечки какие-то, и гречку съесть. И если, допустим, добавляешь соль какую-то, например, в свой рацион, то если в норме добавляешь, то нормально все. Практически слизи нет. Когда начинаешь там уже ближе к сыроедению питаться, сразу начинается слизь. Если кто-то начинает пробовать варенку, многие вот сыроеды, да, на форумах пишут, вот мы попробовали это, мы попробовали то, у меня от этого там слизь пошла, да, из носа. У меня от этого, у меня от того. Во-первых, существует ряд вещей, от которых это может происходить. Первое, я бы, наверное, сказал на своем опыте, когда я больше, чем положено ем, переедаю, что бы я ни съел, особенно белковую пищу, даже растительные, сопли, периодически начинают выделяться, отхаркиваются. Особенно, когда идешь в спортзал, ложишься в горизонтальное положение, начинаешь делать какие-то упражнения, очень хорошо выходить начинает. Вот на моем организме это четко прослеживается. Естественно, когда чуть-чуть варенки добавляешь, пробовал эксперименты делать с варенкой, сразу, будь то помидор там, полупаренный там, полутушеный там, красный перец, сразу через два часа, печеный картофель, естественно, немножко соли добавляешь в финале, сразу прям, буквально через два часа, начинает закладывать нос, потом на утро, особенно, начинаешь отхаркивать, слизь отходит. Есть некоторые авторы, которые пишут «Бесслизистая диета». Я у себя на канале уже говорил несколько раз, что полностью от слизи избавиться никогда не получится. Пока мы едим, это все проверено из ченнелингов информации, пока мы едим, все равно будет периодически выделяться слизь в той или ином количестве. И очень-очень чисто, тяжело, конечно, питаться, это понятно, и не надо делать смысла жизни, чтобы быть на чистом фрукторианстве. Иногда тоже хочется что-то такого съесть, если человек уже оформился, допустим, у него жена, так же, как питается, либо муж питается, как жена, семья 100% фрукторианцы, друг к другу подходят, друг к другу поддерживают, тогда, конечно, очень легко находиться на таком питании. А когда, допустим, в семье люди питаются по-разному, и мясоеды есть, и сыроеды, и вегетарианцы, как бы, да, можно так выразиться, то, конечно, не всегда люди могут находиться на таком питании, всегда происходит какой-то соблазн, съесть что-то такое, чего не положено организму. И вот тогда начинается, как раз вот, когда люди питаются, находятся на сыроедении, находятся на фрукторианстве, и вдруг там боятся, что не хватает B12, какие-то яйца съедят, и вот после того, как съедают яйца, как правило, всегда бывает, немножко слизь выходит. И я уже говорил, а и помимо того, что и будет слизь выделяться всегда, да, в определенном количестве, хотя это и в норме есть, даже больше, чем в норме будет уходить, потому что норма для каждого своя, и определить норму очень сложно. Норма для чего? Для всеедов, установленная в книжках написанная, та норма, которая везде есть, анализов, давление, это все, температура, это все подходит только для нормально питающегося, в кавычках, человека, для всееда. Когда же мы длительное время находимся на сороедении и длительное время находимся на фрукторианстве, тем более, в более таком питании, более тонком, да, естественно, меняется температура, падает, артериальное давление уменьшает, частота сердечных сокращений сокращается, частота дыхательных движений уменьшается, пульс урежается, количество витаминов и минералов не нужно уже организму такого количества, поэтому многие традиционные специалисты боятся таких людей обследовать, потому что вся их медицина к коту под хвост пойдет, в прямом смысле этого слова. Можно будет ее закопать просто, поэтому в этих исследованиях никто не заинтересован, ни транскорпорация, ни другие влиятельные группы людей, которые находятся у нас на земле и другие, сейчас мы не будем в это вникать. Поэтому избыточное питание, загрязнение внутренней среды, например, помимо микрофлоры, даже лудочно-кишечного тракта, в самом организме человека всегда присутствуют различные персистентные микроорганизмы и вирусы. Полностью избавиться от глистов, от вирусов, от микроорганизмов невозможно. И если вы более правильно, более тонко питаетесь, тем более питаетесь по своей программе, то вы очень значительное их количество можете уменьшить. У любого сыроеда, фруктоеда, все равно периодически будут заводиться глисты. Это нормально. Их будет минимум, но они все равно будут. И мы задавали вопрос уже в ченнелингах, что лишь люди, которые переходят на проноедение, у них нет глистов уже. И, к сожалению, когда мы потребляем еду, все равно мы периодически заносим в организм пищу как раз для этих глистов. самих глистов можно заносить. И лишь когда мы периодически голодаем, наш организм может бороться и сразу же уменьшается количество этих микроорганизмов, которые нам не нужны. Совершенно и микроорганизмов, и вирусов, и глисты выходят. Потом опять это все зарождается, засевается. когда либо избыточное питание начинается, либо мы не следим за диетой. Смешиваем одно с другим. Еще и гиподинамия играет роль. Играет роль, когда очень много перезбыток белков идет. Белки не только животного происхождения, но и растительные белки. Они тоже влияют как раз на количество вырабатываемой слизи. Очень важно понимать, когда происходит также нарушение перистальтики в желудочно-кишечном тракте. Кстати, в слизи, может кто-то не знал, прячется как раз наша симбиотная микрофлора. Помимо того, что в ампинниксе она может находиться, еще в слизи прячется. Это очень фактор защитный. Когда у нас иммунная система работает нормально, секрет слизи определенный. Если, допустим, меняется по шкрове, например, и состав слизи, естественно, может меняться, и начинают глисты размножаться больше, и вирусы, и микробы размножаться, и мы легче гораздо заболеваем различными заболеваниями и ОРВИ, и другими инфекционными заболеваниями нарушается защитная функция иммунной системы, то есть иммунная система уже не на полную работает, а, например, на 20 или на 30 процентов от своей мощности, и поэтому она начинает пропускать. Сразу же многие замечали, когда нервный стресс, когда много работаете, неправильно питаетесь, либо гербис сразу вылезает, начинает, либо заболеваетесь сразу, то есть такое всегда. По крайней мере у меня по гербису можно сразу определить, насколько я устал, насколько я перегружен, много работаю, мало отдыхаю и так далее. То есть это сразу говорит. Чем лучше мы выполняем свою программу по питанию, чем ближе мы придерживаемся к своей физиологической программе, которая дана нам с самого рождения, тем меньше у нас будет выделяться слизи. Многие говорят жгучие приправы, например, много соли кто ест, животную пищу, термически обработанную пищу. Когда мы добавляем в большом количестве эти компоненты, то выделение секрета избыточное происходит. Все это правильно. Кто-то начинает говорить вот это больше, кто-то говорит и опять же скажу, что мы все разные и у кого-то реакция на одно больше, у кого-то на другое реакция. Вы не забывайте, что есть некоторые люди, которые не могут находиться на сыроедении, у них в программе этого не записано. И они лишь могут находиться допустим на вегетарианстве максимум в этой жизни все равно они что-то могут даже и животное добавлять. Не все люди могут быть в этой жизни сыроедами. Те, кто находится у меня на канале, мои подписчики, они знают о чем я говорю, я постоянно об этом говорю, весь канал информация пронизан. И суть такового, кто первый раз может быть это видео смотрит, еще раз повторюсь, что мое мнение, что люди, которые рождаются, у них есть специальная программа. И в этой программе заложено, как он в этой жизни может питаться. То есть максимум может максимум находиться на сыроедении, на фруктурианстве, либо даже стать праноедом. А некоторые могут максимум на веганстве находиться. И поэтому если человек допустим питается и много животной пищи ест, то у него по природе написано, что он может веганом быть. Естественно, у него больше и соплей выделяться будет, и функционировать организм будет неправильно. Если же он будет наоборот пытаться стать праноедом, у него начнутся совершенно другие проблемы. То есть как бы палка на двух концах. То есть если не попадаешь в свою золотую середину, то либо слизь начинает, постоянно организм очищаться начинает, но на среднем хорошо, что он вообще очищаться начинает. То есть он уже заработал. Слизь выходит, просечивая, скакивает, волосы выпадают, понос может начаться. То есть организм всеми средствами выбрасывает все ненужное из организма. Тема на самом деле очень интересная. Кто-то скажет надо конкретней, конкретно что это, что то, что это. Я, например, всегда говорю у меня индивидуальный подход. И допустим у одного человека кто-то съедает допустим печеную картошку у него нет реакции. Кто-то говорит на крахмалы есть реакция и слизь выделяется на крахмале с той пищей. У кого-то выделяется, у кого-то практически не выделяется. Кто-то скажет, что одного организма функционирует, у другого не функционирует. Не так все однозначно, поверьте мне, и нужно каждый человек рассматривать индивидуально. мы очень много работаем в этом направлении и ченнелинги проводим и поверьте мне, у всех все разное. Одному наоборот это рекомендуется, а другому это не рекомендуется. И когда человек хочет узнать стопроцентный ответ на этот вопрос и при обращении мы можем точно выявить почему это происходит, почему у одного человека есть проблема, а у другого человека нет проблем. Хотя они в принципе одинаково питаются. Один без зелени на фрукторианстве может жить, а другой только с зеленью. Иначе если не будет есть, у него будут проблемы. Поэтому я за индивидуальный подход всегда учитывая все хронические заболевания, поскольку в нашем мире сейчас уже дети не рождаются без хронических заболеваний, какие-то единицы, это говорит о том, что во-первых экология нарушена и родители не понимают как кормить детей. Нет просто информации. Я рассказываю на своем канале постоянно это. Другие люди тоже должны об этом говорить. Каждый на своем уровне. Кто-то о духовности говорит, кто-то о питании говорит, кто-то о лечении заболеваний допустим не традиционными методами, а другими методами. Кто-то про голодание более говорит. И опять же скажу, что голодание тоже не всем подходит. Далеко не всем подходит. И оно может навредить. Есть люди, которые длительно голодать могут. Они это чувствуют. Если развита интуиция, понимают. По интуиции тоже можно прийти ко многим пониманию. Но далеко не у всех она есть. И поэтому когда вы просто методом проб и ошибок начинаете искать, и поначалу также можете испортить свое здоровье, как я его подпортил немножко. Я в этом говорил уже про свои зубы не один раз на канале. До сих пор они восстанавливаются, эмаль все утолщается, утолщается, наслаивается. Поэтому старайтесь к себе прислушиваться, старайтесь чтобы ваш внутренний диалог соответствовал вашим действиям. Это очень важно. Итак, заканчиваю эту видео-лекцию. Всего самого доброго. До свидания.